Доброе утро, командиры! Вот и пришла пора свежих новостей! Сегодня утром игра с очередным микропатчем обновилась до версии 0.5.2.3. Изменений в этот раз немного. Была увеличена доходность премов низкого уровня, а для теста добавлены новые корабли. Эсминец второго уровня Смит, крейсер третьего уровня Катори, а также два новых прем эсминца Паназии, о которых совсем недавно вышло видео с предпросмотром. Так что если увидите их в рандоме, удивляться не стоит. Для новичков отметим, что Смит и Катори уже присутствовали в игре на Альфе и ЗБТ, но в силу некоторых недоработок были заменены. Также было увеличено количество жалоб и благодарности к карме. Теперь их семь вместо пяти. А Михаил Кутузов, прем крейсер восьмого уровня, с новым патчем станет гореть не так долго, как раньше. Свежая информация касательно патча 0.5.3, собранная из всевозможных открытых источников. Кроме серьезных изменений баланса ПВО, по плану будут командные бои, новые навыки командира и ребаланс старых изменений в снаряжении, экономике и множество других вещей. Существует подозрение, что навык «Огневая подготовка» будет понерфлен, так как на форуме не раз просили этого. Так что, на всякий случай, наслаждайтесь последними днями нагиба на Мурмансках и Магаме. Хотя, вполне себе вероятно, что это была ирония. А вот вы, как думаете? Касательно проекта R, о котором мы так часто рассказываем в наших выпусках. Была приведена интересная статистика. Количество пользователей, принявших участие в ивенте, перевалило за 52 тысячи, что намного превышает минимальный порог, установленный разработчиками, около 34 с половиной тысяч. К слову сказать, жемчужины фармятся с невероятной бастотой. Третий этап фактически завершен. И вот-вот мы получим свой день. Прямо. Главное, с такой скоростью успеть накопить себе на Марблхэд. А то, мало ли. Ну и на этом мы будем заканчивать. Удачного рабочего дня. До связи. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки. Подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного. Потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я, выпуская контент практически каждый день, заскучать не получится.